Кубачи. Когда слышишь название этого села, сразу представляешь серебро, кинжалы, украшения и посуду. Кубачи можно назвать селом Златокузнецов. Но есть у него еще одна уникальная особенность. Большие женские белые платки, о которых расскажет наш корреспондент Алина Багилова. Каз – это не просто белоснежный головной убор, расшитый золотыми нитками. По рисунку на платке определяется статус девушки, например, замужем она или нет. Чаще всего кубачинки вышивают на своих платках цветы или перья. Казы у нас разные. И каждый каз предназначен своему празднику. Казы начнут с тех, которые мне мама дала, когда я выходила замуж. Они вышиты старинными нитями. Эти вышивала я. Они тоже считаются нарядными. Тот, что побольше, он тоже на свадьбу носится. Этот поменьше узор, он как повседневный. Если умирает кто-то из близких родственников, кубачинка не носит привычную черную траурную одежду. Она снимает с каза бахраму, и на платке ее уже не будет ярких узоров. А когда траур заканчивается, бахраму пришивают снова. На поменьке, когда ходят женщины, они обязательно должны быть в казе без бахрамы. И рисунок должен быть как можно скромным. Раньше женщины под каз надевали другой головной убор – чох-то. Но сейчас чаще всего просто накидывают платок. Повязать правильно каз – это тоже целое искусство. Надо сказать, это действительно непросто. К тому же важно правильно закрепить платок на голове, чтобы он не спадал. Сложность еще и в том, что надо следить, чтобы сторона платка со свисающей бахрамой оставалась внизу, прикрывая спину. В Кубачи каждая женщина с детства учится вышивать каз. Старшие женщины в семье учат этому девочек, еще с дошкольного возраста. Работа златошви требует большой усидчивости. Вышивка золотой нитью отличается от всех видов вышивки. Она уникальна, трудоемка и очень ценится. Тратим на это немало времени, конечно. Но наше свободное время и отдых заключается в этом вышивании. А нитками вышиваем мы разными. Эти нитки, конечно, синтетические нитки, современные. Эти нитки старинные. Ими вышивать очень сложно, они какие-то проволочные и содержат какой-то процент золота. Такие головные уборы носят только женщины из дагестанского села Кубачи. Больше никакой другой платок или шарф этим словом не обозначается. Местные жители говорят, что казам столько же лет, сколько и самому селу. А это примерно 15 веков. Алина Багилова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ Кубачи. Спасибо. Продолжение следует...